Добрый день, уважаемые коллеги! Корпорация «Российский учебник» и автор сегодняшнего вебинара, Крылова Ольга Вадимовна, приветствуем вас как участников. И сегодня мы посвящаем наш семинар вопросам подготовки современного урока, урока, который проводится в условиях требований федерального государственного стандарта. И мы поговорим с вами о современном уроке и о том, как новые знания по картографии формируются на этом уроке, и, собственно, как картографические умения, которыми владеют учащиеся, могут стать для него источником новых знаний. Вот, собственно, вопрос, о котором посвящен наш сегодняшний вебинар. Ну, начнем мы, как всегда, с нескольких теоретических положений, которые невозможно не сказать и невозможно не обозначить, потому что современный урок, конечно, прежде всего должен быть направлен на результат. И, как мы уже говорили, может быть, кто-то был слушателями нашего прошлого семинара, где мы говорили просто о современном уроке, вне конкретных его особенностей содержательных, то мы говорили о том, что вот этот вот самый образовательный результат на сегодняшний день, опять-таки, в соответствии с нормативными документами, может рассматриваться с нескольких позиций, но две из них мы считаем в качестве ведущих, в качестве очень весомых. Конечно, это предметный результат, потому что все-таки мы говорим об уроке географии, и это метапредметный результат, связанный с формированием универсальных учебных действий, без которых на сегодняшний день вряд ли возможно качественное образование и качественное усвоение учащимися знаний по предмету и универсальных учебных действий. Ну, опять-таки, обратимся к стандарту, который ориентирует нас на то, что результаты образования у нас структурируются по трем основным направлениям, это предметные и метапредметные, личностные результаты, и то же, что на сегодняшний день представляет собой очень важную часть, очень важную мысль, это то, что под предметными результатами у нас понимаются знания и умения, прежде всего знания, умения, навыки, опыт решения проблемы, опыт творчества, творческой деятельности, но основанные на содержании школьного предмета. Этот вопрос представляется чрезвычайно важным, потому что, говоря о организации проектной деятельности, об особенностях творческой деятельности, да, собственно, любой познавательной и образовательной деятельности ребенка на уроке, мы не можем забывать о том, что знания имеют некое пороговое значение, и если у ребенка отсутствуют минимальные, нужные, базовые знания по предмету, то он не может полностью проявить себя не в творческой деятельности, он вряд ли может в этом случае создать какой-то качественный проект по предмету, чаще всего это будет выливаться в просто, так сказать, какую-то видимость проектной деятельности или, может быть, даже псевдотворческой деятельности, потому что все-таки говорить о качественном выполнении этих вопросов вне знаний, вне основных базовых знаний по предмету, конечно, в общем-то, кажется просто не солидно, что называется. Поэтому мы говорим о предметных результатах обучения. Вторая группа результатов — это метапредметные результаты, и мы уже с вами отмечали, что в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, они рассматриваются в большей степени в качестве деятельностного результата, рассматриваются в сфере деятельности ученика, и в данном случае, мы будем говорить, опять-таки формируются на основе предмета географии, того, в чем учитель географии, хочется надеяться, ориентируется лучше всего, предмет, который он знает лучше всего, и, соответственно, именно на основе формирования географических знаний и умений мы будем говорить о формировании метапредметных результатов обучения или универсальных учебных действий. Ну и очевидно, что и предметные результаты, и метапредметные результаты, они входят в систему личностных результатов ребенка, потому что в процессе своего образования, в процессе совершенствования всяких разных навыков, естественно, развивается, изменяется его личность, и, в общем, как я уже сказала, Мы говорим и о личностных результатах обучения. Вот это некая теоретическая преамбова, о которой мы не могли упомянуть. Ну а дальше, собственно, мы перейдем уже к вопросу современного урока и использования картографических знаний на уроке и в качестве, собственно, нового знания, нового умения, и как источника получения нового знания и приобретения новых умений. Ну и, конечно, говоря об этих вещах, я не могу не сказать о той новой линии универсальных учебных пособий, которая подготовлена в корпорации «Российский учебник». Два тренажера вы уже видите, седьмой непосредственно выйдет уже скоро весной, ну а следом, я думаю, выйдут уже тренажеры и для восьмого-девятого класса. И это система, универсальная система учебных заданий по картографии, которая, опять-таки, направлена на реализацию двух важнейших позиций. Первое – это, собственно, получение системы картографических знаний в процессе изучения географии в основной школе с пятого по девятый класс. И второе – это использование картографических знаний в качестве способа получения новых знаний, новых умений с использованием карты. Структура тренажера, которую я уже упоминала, – это теоретические знания, которые необходимы учащимся, ну и, собственно, задания на применение, на получение нового знания. И вот этот дидактический принцип знания, действия нового знания – собственно, то, о чем мы с вами и будем говорить. Ну вот вначале, так сказать, какова структура тренажера для шестиклассника? Это знания, которые он получает по градусной сети карты, это знания о географических координатах и умении определить, это универсальные знания по определению географического положения объекта. И, наконец, знания о объектах, которые изучаются в процессе изучения шестого класса – это знания об объектах литосферы, гидросферы, атмосферы, первоначальные сведения о государствах на политической карте мира, то есть примерно тот содержательный блок, который усваивают учащиеся шестого класса. А вот дальше давайте мы, собственно, подойдем к вопросам организации урока в шестом классе, но и о тех вопросах, которые связаны именно с формированием новых знаний на основе картографических умений. Вот, ну, наверное, в рамках отдельного фебинара мы не будем говорить о особенностях какого-то отдельного конкретного урока. Мне сегодня в большей степени хочется поговорить о некоторых принципах организации познавательной деятельности учащихся на уроке. Я бы сказала, что на сегодняшний день у нас достаточно большое количество проблем, но проблем достаточно разных в процессе преподавания, но одной из очень таких значимых проблем я бы назвала вопросы, связанные не только, собственно, с организацией познавательной деятельности учащихся, но, в общем-то, иногда и с горечью я бы сказала так, вопросы не столько организации собственной образовательной деятельности ребенка, сколько вопросы имитации деятельности ученика на уроке. Вот в данном случае, что я имею в виду, когда мы очень часто в силу самых разных и иногда, в общем-то, очень благих намерений готовы всячески руководить деятельностью ребенка, подсказывать, давайте мы бесконечные готовые варианты планов, ответов, речь идет об изучении отдельных географических объектов, будь то объектов гидросферы, будь то объектов летосферы, то есть всех тех, которые изучаются в курсе географии, то очень часто специфика шестого класса заключается в том, что все эти объекты на уроке, ну, по мере их изучения по программе, они изучаются по какой-то такой достаточно привычной схеме, А вот такая самостоятельная работа учащихся, связанная, например, с описанием разных объектов по карте, с сравнением этих объектов между собой, с особенностями характеристики объектов по карте, она, как правило, воспринимается как некая такая отдельность, как некая отдельная практическая работа, которая осуществляется по строго составленному, заданному заранее плану, ну, а иногда, в общем-то, и по готовому плану описания или характеристики, которые содержатся в учебнике. Я в данном случае сторонник другого подхода, вот этого самого подхода синтеза теоретического знания и практического умения. Если мы говорим о объектах, горах, равнинах, океанах, морях, реках, государствах и всем прочим, что вы видите на экране, то если мы возьмем сразу целый блок работ учащихся, связанных с изучением этих объектов, то мы можем назвать с вами следующие. Это описание этих объектов по карте, это характеристика возможной этих объектов по карте, это возможное сравнение этих объектов или сравнительная характеристика этих объектов между собой, но и совершенно очевидно, что все перечисленное, оно базируется на таком важном универсальном умении, которое носит название абстракция или умение выделять признаки объектов, предметов и явлений. Это, так сказать, одна практическая часть вопроса. Другая часть вопроса заключается в том, что для того, чтобы составить описание, характеристики, сравнить объекты по выявленным признакам и прочее, нужно обладать некими знаниями. Какими? Прежде всего, понятийными знаниями. Шестиклассник должен четко понимать, что такое горы, как форма рельефа, какими существенными признаками отличается, например, эта форма, ну, например, от другой, например, от равнин. Что такое океан? Что такое море, как часть океана, отличающаяся от него характерными признаками? То есть, прежде всего, мы должны говорить об овладении ребенком понятийным аппаратом географического содержания, ну, и в данном случае особенности изучения географии в шестом классе. И дальше задача учителя на уроке — совместить две эти составляющие, совместить теоретическое знание, понятийное знание об объекте уже с теми его особенностями, которые ребенок может взять на основе физической карты, на основе всех других карт, с которыми он может работать, ну, и, собственно, на этой основе, на основе этого синтеза умение выбирать информацию с карты, понимание теоретической составляющей данного предмета, собственно, и выполнять те самые действия, о которых я упомянула. И дальше мы можем говорить, например, о следующих вещах. Ну, вот давайте, скажем так, на выбор, да, вот что такое море, когда изучаются моря, например, в курсе географии шестого класса. И в данном случае я хочу сказать, что как бы это гораздо в меньшей степени связано с тем количеством часов, которые в соответствии с программой или в соответствии с учебником отводятся на изучение данного предметного содержания. Потому что еще раз я хочу сказать о следующем. Вот что мы хотим как основную задачу? Мы хотим организовать на уроке познавательную деятельность ребенка для того, чтобы он усвоил понятия, которые содержатся в программе, научился конкретным действиям на основе использования карты в качестве источника географической информации, или мы хотим четко следовать установившимся традициям, может быть, стереотипам, может быть, установившемуся, так сказать, тематическому планированию с разделением содержания на конкретные порции, с которыми мы работаем уже, может быть, не один десяток лет. А может быть, как-то можно и что-то совместить, можно как-то, может быть, что-то и с точки зрения современного взгляда пересмотреть. То есть вот эта проблема, вот эта дилемма, каждый учитель в данном случае действительно решает этот вопрос так, как он считает нужным, так, как он в состоянии его решить. Но еще хочу подчеркнуть следующую мысль. Для организации по-настоящему познавательной деятельности ребенка на уроке, когда он получает новое знание в процессе своей собственной деятельности, наверное, нам придется пересмотреть кое-какие, в общем-то, кажущиеся традиционными вещи. Итак, например, если мы пойдем с точки зрения общего теоретического знания, вот что должен, может сделать ученик, например, для того, чтобы составить на основе физической карты описание или характеристику моря как объекта гидросферы. Прежде всего, он должен обладать понятийным знанием. Море — это часть океана, которая отличается от него разными природными особенностями. Какими? Какими могут быть эти природные особенности? Это может быть географическое положение моря, это может быть особенности его глубин, это может быть особенности воды, в том числе температурного режима, солености, ледового режима, есть или нет, то есть особенности, связанные, например, с его широтным положением. Это могут быть особенности, связанные с растительным и животным миром моря. Я хочу обратить внимание, из всего перечисленного есть ли хоть одна позиция, которая может быть не определена самостоятельно современным шестиклассникам, современным, в общем-то, человекам действительно, по большому счету, 21 века, который все-таки, если иногда посмотреть на него за пределами школы, в общем, кое-что знает и кое-что понимает, и кое-в чем ориентируется. Так вот, на самом деле вопрос опять-таки заключается в том, чтобы актуализировать то, что есть у ребенка, то, что от его кругозора, от его понимания особенностей географического объекта, и, если хотите, актуализировать это таким образом, чтобы именно эти вещи он, в общем-то, и начал нам использовать, в том числе в своей деятельности на уроке. Итак, море и те особенностями, которыми это море может обладать. Дальше необходимый синтез теоретического знания, которое ученик может получить на уроке. Ну, например, если мы познакомили его с тем, что моря могут быть шельфовыми, соответствующими глубинами, что моря могут быть глубоководными, и в данном случае они будут располагаться либо в области материкового склона, либо в области ложа океана, то это то теоретическое знание, которым ребенок обладает. Если он умеет элементарно пользоваться шкалой глубин на физической карте, то это означает, что он, в общем-то, без труда может определить, какое море является шельфовым, какое море является глубоководным, соответственно, расположенным в пределах той или иной области дна мирового океана. А дальше мы задаем его вопросы. Приведи примеры шельфовых морей. Приведи примеры глубоководных морей. Приведи примеры глубоководных морей, расположенных в области материкового склона, например. То есть теоретическое знание ученика о видах морей по глубине тут же соединяется с его навыками работы с картой. Другой вопрос. Моря по географическому положению, которые могут быть внутренними, которые, соответственно, могут быть внешними морями. Мы можем пойти по пути на уроке и сказать, ребятки, вот есть два вида морей. Море, которое глубоко вдаётся в сушу, которое соединено с ним многочисленными проливами и прочее, запомните, называется внутренним морем. Ну и, собственно, дальше дать самим какую-то характеристику, например, окраинного моря. Мы можем пойти по-другому. Мы можем сказать, например, и предложить, например, на уроке следующую задачу. Ребят, найдите, пожалуйста, например, Балтийское море. Расскажите мне, пожалуйста, а вот как из Балтийского моря добраться до океана? И тогда они сами должны будут назвать ту систему проливов, назвать те моря, через которые можно проникнуть из Балтийского моря в Атлантический океан. А дальше, только в качестве уже некого такого теоретического заключения, нам останется сказать и назвать этот вид морей по географическому положению. И дальше опять следующий синтез. А вы можете привести мне примеры других внутренних морей? А вы можете привести мне примеры, если они уже знакомы с этим теоретическим знанием, а вы можете привести мне примеры шельфовых внутренних морей или внутренних шельфовых морей, или окраинных шельфовых морей, или окраинных глубоководных морей. То есть мы теоретическое знание, которое дали ребёнку, тут же включаем в систему учебных действий. Ну и дальше, когда, например, мы в какой-то заключительной части урока, или, если удаётся, может быть, ну, нескольких уроков, посвящённых объектам гидросферы, мы в качестве итоговой работы проводим следующую, например, составьте описание моря, или сравните два моря, то на основе этого теоретического знания, на основе этого умения, мы вправе отожидать от каждого, подчёркиваю, от каждого ученика, присутствующего на уроке, в общем-то, достаточно разумные ответы, потому что в этом случае каждый из учащихся всё-таки в состоянии сказать, что описать море, значит, определить его глубины, сказать, каким оно является по географическому положению, объяснить, например, его солёность будет примерно равной среднеокеанической, её примерно может быть выше или ниже, в зависимости от того, как я вижу особенности географического положения этого моря. То есть, ещё раз хочу сказать, синтез теоретического и теоретического знания и тут же подкреплённое умением найти, сочетать эту информацию с карты, вот, собственно, что может стать источником познавательной деятельности ребёнка и получения нового знания, его с использованием картографических знаний. Я хочу сказать, что в этом случае, если мы работаем в таком ключе, то отпадает, что называется, необходимость в конкретном перечне номенклатуры, потому что в этом случае определить очень чёткий перечень номенклатуры представляется, в общем-то, достаточно сложным и, самое главное, в общем-то, не особо нужным, потому что ведь задача наша заключается в другом. Ребёнок открывает карту, смотрит карту, находит либо объект, который мы ему задали, либо тот объект, который, если он делает это не только на уроке, а действительно уже использует карту в качестве источника информации, который ему понадобилось найти по тем или иным причинам, и считывает информацию, связанную с этим географическим объектом. Наверное, если мы научили этому ребёнка, тогда мы, в общем-то, со спокойной совестью можем, что называется, сказать, что мы научили его использовать картографические умения для получения нового знания. Ну и вот, собственно, пример про Амаря, который я привела, он в некотором смысле иллюстрирует ту особенность построения и организации познавательной деятельности ученика, которую мы можем организовать на уроке. И вот упоминание картографического тренажёра в качестве пособия, оно в данном случае не случайно, потому что в тренажёрах представлена очень подробная система учебных заданий, которые способствуют как раз обучению учащихся, получению информации о каждом географическом объекте. Вот, например, возьмём следующий объект, реки, например. Вот что значит составить описание речной системы? Опять, если мы опираемся на понятийное знание, то любой, так сказать, маломальский соображающий ученик должен сказать, ну вот, чтобы описать речную систему, что я могу сделать? Я знаю, что речной системой называется река с её притоками. Значит, я должен рассказать о реке, и я должен рассказать о её притоках. Я знаю, что река – это поток воды, который течёт. Он если течёт, значит, он течёт откуда-то, куда-то. Значит, он течёт с более высокой точки местности, куда-то в местность с меньшей высотой, потому что иначе он просто течь не сможет. Если это река, обладающая притоками, то какими могут быть притоки? Они могут быть левыми, они могут быть правыми. Эти притоки могут впадать в реку в её нижнем течении, например, ближе к устью, которая есть у реки, потому что любая река куда-то впадает. Или ближе к истоку, то есть в её верхнем течении, расположенном на более высокой высоте, потому что любая река где-то начинается. То есть вот это очень незначительное, но важное теоретическое знание, которое в принципе есть в голове у каждого ученика. Просто хватает ли у нас терпения, хватает ли у нас навыка актуализировать у ребёнка это знание и заставить его, если хотите, просто элементарно, логически размышлять. Потому что вот смотрите, опять-таки, во всём том теоретическом знании о реке, которое я перечислила, нет ничего такого, чтобы не в состоянии был сформулировать ученик шестого класса. Вопрос просто заключается в том, что предоставляем ли мы возможность для того, чтобы это сформулировать. Можем ли мы, если хотите, вытащить из него эти знания? Или мы иногда предпочитаем пойти по более быстрому, стандартному пути, который почему-то кажется нам более эффективным. Ребята, вот смотрите, вот запомните, вот запишите, вот я вам сообщила. Ну и если всё-таки мы исходим из того, что ученик составляет нам описание речной системы по карте, и он представляет тот теоретически возможный объём своего собственного ответа, то в чём могут заключаться вспомогательные действия учителя, чтобы помочь ему справиться с этим, чтобы научить его действительно составлению данного описания. А это означает, что нам нужно просто предложить ему систему последовательных заданий, которые позволяют ему в отдельности найти все эти элементы речной системы и научиться находить их на карте. И вот, например, с этой целью для изучения темы реки в тренажёре есть целая система заданий, которая заключается в следующем. Река — это поток воды. У него есть начало, и у него есть окончание, то есть место его впадения. А дальше примеры рек. Найди, где расположен исток и устье такой реки. Найди, где они расположены с точки зрения форм рельефа. Где они расположены с точки зрения абсолютной высоты местности. Где они расположены с точки зрения местоположения в том или ином государстве. И ребёнок может сказать, что да, вот вся территория, вся, так сказать, всё русло реки, всё её протяжённость в пределах одного государства. Или наоборот, истоки этой реки лежат в одной стороне, она протекает по территории другой, а впадает в какое-нибудь море где-нибудь в пределах третьей реки. То есть мы теми самыми заданиями помогаем ученику выстраивать всё новые и новые пространственные связи между изучаемыми объектами. Дальше, например, другая система заданий. Есть место впадения реки, где, на какой высоте, куда, как, каков характер устья. Есть задания, которые предполагают определение левого и правого притока, верхнего и нижнего течения, речного бассейна, границы речного бассейна. То есть мы последовательно предлагаем ученику найти, определить, сказать, что, собственно, он нашёл, выразить это словесно, а дальше уже на основе этого умения, этого теоретического знания, в общем-то, составить рассказ о том, что в данном случае является речной системой. То есть вот эта система заданий на описание географических объектов, составление их характеристик и прочее, 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 строится на учебных задачах. Это гораздо более продуктивная вещь, нежели чем, пусть очень там вот ярко, красочно и прочее, но рассказывать о вещах, но, так сказать, рассказ рассказом, но обучение системе действий происходит в этом случае или нет. Ну вот, собственно, я привела несколько примеров, связанных с изучением географии в шестом классе. Если, например, мы посмотрим, как качественно меняются учебные задания и картографические умения у семиклассников, то на что, собственно, можно здесь обратить внимание в организации урока с использованием карты? В тренажере представлено три части. Это изучение градусной сети и изучение географических координат, но уже с какими-то более глубокими вещами, с определением крайних точек разных территорий. Это расширение умений, связанных с физической картой. Это построение профилей по физической карте. То есть, в принципе, то новое, что изучают семиклассники. Ну а сегодня более подробно я хотела остановиться на вопросе, собственно, вот, связанном с третьей частью, потому что именно в седьмом классе ученики знакомятся с, пожалуй, что самым большим по сравнению с пятым-шестым классом объемом тематических карт, очень разных, очень насыщенных по содержанию карт, в общем-то, даже разных тематических карт в атласах, представленных разными издательствами. И, конечно, важнейшая составная часть заключается в том, чтобы научить ребят работать с этими картами. И вот на примере обучения работе с климатическими картами или картами, посвященными климату, собственно, я и хочу кое-какие вещи проиллюстрировать. Вот я хочу сказать, что опять-таки при работе, например, при обучении ребят работать с тематическими картами, в общем-то, как ни что другое, важна последовательность и постепенность. Я искренне не понимаю заданий, которые по старинке, но, тем не менее, в современных учебниках формулируются примерно следующим образом. Начиная работать с новой картой, сначала внимательно прочитай все условные знаки карты и, так сказать, посмотри, о чём она тебе может рассказать и прочее, прочее. Карты седьмого класса, будь то карты строения земной коры, будь то климатические карты, да, собственно, будь то любая другая, они отличаются очень объёмными легендами. И, честно говоря, я не встречала за свою педагогическую практику ученика, который бы с неослабевающим вниманием и неослабевающим интересом мог бы прочитать эту легенду, что называется, от начала до конца. И даже если вдруг кто-то осилил эту легенду, то вот, так сказать, эффективность вот этого знакомства какова. Поэтому, опять-таки, какая система учебных заданий предлагается в данном случае? Это поэтапность, это выделение каждого отдельного умения в некую отдельность и вот разделение, опять-таки, на отдельные операции, которые каждый ученик в состоянии определить. Ну вот, например, что можно узнать по климатической карте? Для ребёнка любая карта – это, прежде всего, цвет, которым она обозначена. Будь то качественный фон, будь то гипсометрический способ, но ребёнку чисто внешне вот эта самая характеристика цветовой гаммы карты. И вот если, например, мы очень чётко можем предложить ему некие небольшие, короткие задания, связанные, ну, например, с определением количества насадков, для того, чтобы, собственно, он понял особенность этой важнейшей климатической карты, то мы можем предложить ему, опять-таки, очень короткие, очень простые, доступные практически каждому шестикласснику задания. Вот вы видите перед собой здесь на экране как раз-таки нецветной фрагмент карты Австралии, который представлен в тренажёре. Ну, а здесь на слайде я просто на всякий случай сделала тот же отрывок из школьного атласа, где вы видите эту карту в цвете. И вот, например, элементарные, очень короткие задания, на выполнение которых, ну, действительно, нужно иногда просто несколько секунд. Когда ребёнок может определить и сказать, а вот город Дарвин нашёл, например, а вот сколько осадков выпадает. И когда он просто определяет, что в городе, на территории, окружающей город, выпадает более тысячи миллиметров осадков, замечательно. А вот, значит, вот город такой-то, а вот следующий там город, а вот центральная часть Австралии. То есть мы берём какой-то чёткий фрагмент карты и на основе этого даём ученику несколько заданий, когда он просто элементарно научился с карты считывать данную информацию. Следующее, например, вот у нас линии есть на климатической карте. Вот познакомили мы, что линии эти называются изотермами. А дальше опять конкретное задание. Вот нашёл изотерму, прочитал, какую величину она имеет. Как ты можешь сказать, что ты можешь определить, каким образом построится твоё суждение на основе карты. И вот когда, например, ученик может сказать, что летом в районе, например, больших американских озёр наблюдаются температуры, значит, и дальше он находит эти величины на карте, он находит, что между изотермами плюс 32 и плюс 16 лежит данная территория, то он и говорит, что средние температуры воздуха в июле вот где-то в пределах от 32 до 16 градусов Цельсия находятся. И опять мы научили его читать вот этот вот очень короткий, но тем не менее элемент карты. Дальше, например, а стрелочки вот эти что означают? А вот оказывается, они показывают нам преобладание ветров. Преобладание ветров в разные сезоны года. Ну и я думаю, что нет ничего страшного, если иногда даже семикласснику мы напомним, что название ветра даётся по направлению по той стороне, откуда он дует. И опять-таки, пожалуйста, расскажите о ветрах для небольшой конкретной территории. А вот дальше, например, мы можем сделать следующий шаг. И когда мы научили ребёнка считывать данные, касающиеся, например, выпадающего количества осадков, ветров, когда у него уже есть умение определить основные формы рельефа, мы можем постепенно усложнять задание, собственно, на прочтение карты. И, например, уже задать и сформулировать задание, ну, скажем, вот таким образом. Вот сколько осадков выпадает на острове, и как они распределяются по его территории. Ну и, может быть, в общем-то, даже для некоторых учащихся обратить внимание, вот в какой части их меньше, в какой их больше, как это связано с рельефом. То есть это уже не просто считывание, это уже задание по, пусть, простейшему, но, тем не менее, анализу распределения осадков, которые ученик может самостоятельно сделать. И я повторяю, что все эти отдельно взятые задачи, они выполнимы практически всеми учащимися седьмого класса, именно в силу того, что они маленькие, понятные, доступные. А если вдруг мы начинаем с того, что давайте-ка мы сейчас сразу начнем полную характеристику климата составлять, то понятное дело, что вот в этом мельтешении условных значков на карте, конечно, далеко не каждый семиклассник в этой ситуации разберется. И мы в этой ситуации либо, значит, вот всю работу делаем за ученика, либо удовлетворяемся его не слишком качественной работой, либо, что еще более печально, делаем вывод, вот такие сякие бестолковые, которые, в общем-то, никак этому научиться не могут. А на самом деле действительно процесс в другом. Когда мы разложили эти учебные задания на некие отдельные маленькие шаги, каждый из которых понятен, тогда, собственно, мы и совсем другой образовательный результат в состоянии получить. И вот смотрите, подведем итоги. По климатической карте можно. Что можно? Я как ученик понимаю, что я могу определить годовое количество осадков, я могу определить средние температуры, я могу определить температурные рекорды, направления преобладающих ветров. Следовательно, если я все это в той или иной последовательности перечислю, да если еще я обладаю теоретическим знанием и знаю, что количество осадков связано с воздушными массами, что температура связана с расположением в том или ином климатическом поясе, то, в принципе, я могу составить очень неплохое описание климата. И в данном случае задачи перед учеником две. Первая. Я представляю тот объем возможного содержания, о котором я могу говорить. И этот объем вы видите в данном случае на экране. И вторая задача. Мне нужно организовать этот объем. Мне нужно выстроить свой ответ последовательно. Какую последовательность я выберу? Это уже, что называется, выбор ученика. Потому что в зависимости от того, как он будет выстраивать эту последовательность, он будет устанавливать те или иные причинно-следственные связи, которые он, во-первых, считает нужным установить, а, во-вторых, которые он может установить, опираясь на теоретическое знание. Ну вот, собственно, то, которое я назвала, это знание воздушных масс, это знание вот этих самых особенностей, закономерностей и прочее, с которыми мы тоже, безусловно, знакомим ученика. И вот у нас получается, на чем строится, например, работа по описанию или по составлению климата территории, по анализу тех или иных особенностей распределения климатов или анализа особенностей территории. Это строится на теоретическом понимании, что такое климат, и из чего это понятие складывается, и умении вычленить каждый составной элемент климата, в данном случае, с соответствующей тематической карты. И тогда мы можем говорить, что мы действительно говорим об подлинной образовательной деятельности ученика. И вот если я могу рассказать обо всем этом, то дальше мы выбираем то или иное задание, которое мы считаем целесообразным предложить тому или иному конкретному ученику. И в данном случае искусство учителя, его профессиональность, в общем-то, профессиональное умение заключается в том, что мы можем действительно подобрать задание, но, скажем так, по силам каждому ученику. Потому что описать климат острова Исландии, описать климат, например, острова Гренландии или какого-то другого, это может быть более лёгкое задание, нежели чем описать климат какой-то большей по площади территории или более разнообразной территории, или территории, на которой мы можем проследить гораздо большее количество каких-то взаимосвязей, например, между преобладающими ветрами, расположением форм рельефа, наличием океанических течений и прочее. То есть это уже то содержание, которое мы можем выбрать в зависимости иногда от того, какому ученику мы это задание даём, и опять-таки понимая, с какой, в общем-то, ну, скажем так, дополнительной целью мы ученику это задание даём. Потому что я думаю, что каждый учитель, ну, скажем так, на очень высокую долю процента, задавая ученику вопрос, знает, ответит или нет. И вот, так сказать, опять задавая тот или иной вопрос, какую другую цель мы преследуем, мы хотим дать ему возможность хорошо ответить и получить хорошую оценку, или мы хотим поставить его в некотором смысле в затруднительное положение, задав ему более сложный вопрос, но с очень высокой вероятностью того, что, в общем-то, так сказать, не совсем удачно он с ним справится. Здесь мотивировки этих вещей могут быть, конечно, разными, и, в общем-то, в силу всяких разных обстоятельств, они, что называется, имеют место быть. Но сейчас я хотела бы обратить внимание на следующую вещь. Ученик знает необходимое теоретическое, он умеет считывать информацию конкретную, фактическую, с карты, а дальше мы выбираем то задание, которое мы считаем необходимым ему предложить. И в данном случае, например, самостоятельный рассказ ученика о климате той или иной территории, он вполне возможен, это его качественная образовательная деятельность, это его получение нового знания на основе сформированных у него картографических умений. Ну и еще, так сказать, одно направление работы по формированию по-настоящему образовательной деятельности учащихся, связанное с картой. Вот постепенно, и такие задания тоже очень последовательно предложены в тренажерах, они связаны с усиливающейся составляющей по части формирования универсальных учебных действий. Вот мы очень часто говорим, аргументируй свой ответ, докажи, подтверди, но опять-таки все начинается с малого, если мы хотим научить ребенка действительно делать это качественно и действительно делать это, в общем-то, содержательно. Вот, смотрите, аргумент – это суждение, с помощью которого обосновывается истинность какого-то другого суждения. Ну и понятное дело, что и аргументы сами используемые тоже должны быть истинными, они должны, собственно, быть, так сказать, реальными. И вот, например, простое задание. Южную Америку принято разделять на горный запад и равнинный восток, приведя аргументы, которые подтверждают или опровергают это суждение. А вот дальше, например, возможны варианты. Вот, смотрите, удовлетворил ли вас, удовлетворил бы вас ответ, в данном случае, который, я думаю, на первых порах дал бы наибольшее количество учеников, и которые сказали бы примерно следующее. Ну да, Южную Америку принято делить на горный запад и равнинный восток, потому что у нее на западе находятся анды, а на востоке у нее находится амазонская низность и бразильская плоскогорья. Я думаю, что в реальности, так сказать, ну, мы бы сказали, что да, замечательно, прекрасно. А вот если задуматься над точностью формулировок, вот представьте себе, что у нас с вами нет образа Ант, как гигантской горной системы, протянувшейся через весь материк с севера на юг и действительно занимающей всю его западную часть. А на основе сказанного мы вполне, так сказать, можем иметь представление о том, что, ну, вот есть какие-то небольшие горы в Южной Америке, и вот находятся они на западе. То есть что мы хотим? Мы хотим удовлетвориться этой формулировкой или, предположим, можем задать в этой ситуации ученику дополнительный вопрос и сказать, уточни, вот скажи так, чтобы это действительно не вызывало никаких двойных толкований. И если мы получаем от ученика немножко другой ответ, когда он говорит, ну да, материк принято делить на эти две части, потому что на западе находится горная страна, одна из самых протяженных, да, собственно, самая протяженная горная страна на Земле, которая протягивается через весь материк, занимает всю его западную часть вдоль Тихоокеанского побережья. А вот его равнинный восток, огромный, гигантский, занят двумя крупнейшими на земном шаре равнинами, амазонской низменностью и бразильским плоскогорием, вот тогда, собственно, мы можем сказать, что эти аргументы и истинные, и полные, и достаточные, и фольгулировка, которую нам дает учащийся, она, в общем-то, предельно четкая и отражающая суть данного вопроса. Еще, так сказать, к этим же вещам. Вот суждение, да, а что еще возможно с точки зрения мыслительной деятельности? Вот есть у нас одно суждение, есть у нас другое суждение, и на основе их выводится новое, и это суждение может быть названо уже умозаключением, которое тоже, в свою очередь, может быть истинным, может быть ложным. Мы часто повторяем ученику на уроке, ну думай, ну подумай, ну так сказать, и прочее, прочее. А вот какую задачу мы ему в данном случае задаем, есть ли там вот эта вот самая содержательная возможность, над чем подумать. И вот, пожалуйста, например, вам одно из учебных заданий. Эквадриальные широты самые увлажненные на земном шаре, правильно? Да. Африка пересекается экватором посредине, верно? Верно. Следовательно, Африка самый важный материк на земном шаре. Вот умозаключение, которое я делаю на основе двух суждений. Вот, так сказать, текст, который, например, выведен перед учащимся на экране. Объясните, согласны, не согласны, верно, неверно. Если неверно, то что? Если, опять-таки, неверно, то почему? Почему? Посылки, на основе которых сделано ему заключение, правильные или нет? Правильные посылки и экваториальные широты самые важные, и Африка экватором пересекаются. Но вот вопрос-то заключается в том, что вывод-то из этого делается, правильный или неправильный. Я хочу сказать, что вот, на самом деле, если мы говорим о развитии речи, то очень важный момент – это именно обучение формулированию новой мысли. Не репродуктивному повторению, которое, в общем-то, к сожалению, великому, несмотря на все красивые и замечательные слова, по-прежнему во многом остается доминирующим видом деятельности учащихся на уроке. А вот, например, это простейшая задача. Ну вот, очень часто можно в ответ слышать – нет, Африка не самый важный материк на Земле, самый важный материк – Южная Америка. Да, как бы правильно, но это про Южную Америку не имеет отношения к данному заданию. Потому что здесь-то хотелось бы услышать пояснение, почему, собственно, из двух этих совершенно правильных посылок делается вот такое неправильное умозаключение. И когда, например, ученик начинает формулировать, ну, в общем-то, Африка не самый важный, потому что вот у нее там еще и гигантская площадь пустыни. А вот почему у нее гигантская площадь пустыни? А потому что значительная часть материка лежит в тропических широтах. А вот что тогда получается? А в чем тогда логическая допущенная ошибка? И ученик тогда, в общем-то, действительно подходит не просто к пониманию, он подходит и к умению, к возможности, к способности сформулировать, что, оказывается, недостаточно, что материк пересекается экватором и находится в экваториальных широтах. А было бы лучше, если бы, например, в данных условиях он большей своей частью, большей своей площадью в этих самых экваториальных широтах располагался, чем, собственно, и отличается местоположение Южной Америки. То есть вот посмотрите, какое разное количество формулировок, какое разное количество высказываний, аргументов, подтверждений мы хотим получить, можем получить от учащегося, предложив ему, в общем-то, вот такую отнюдь не какой-то там суперсложности задачу. Но эта задача реально заставляет его формулировать новые суждения, пытаться сформулировать собственную мысль и высказать эту свою мысль в том виде, в каком, собственно, она получается. Вот, смотрите, еще одна, например, похожая задача. Большая часть водосборного бассейна Конго находится в экваториальных широтах, верно? Верно, верно. В этих широтах выпадает более 2000 мм осадков, верно? Верно. Это больше, чем действительно в других широках. Следовательно, Конго – одна из самых полноводных рек мира, верно? Да, в общем-то, действительно. Во-первых, мы знаем, что и Конго – одна из самых полноводных рек мира, а во-вторых, причинами этому действительно является, в общем-то, то, что перечислено. И когда ученики в добавлении говорят, ну да, конечно, она же и экватором-то дважды пересекается, то есть это и получается, что и сама река, и большая часть ее водосборного бассейна действительно лежит в пределах экваториального климатического пояса, субэкваториального климатического пояса, то есть, в общем, в экваториальных широтах. И вот это другое, что называется, сюжетный поворот, потому что для того, чтобы разобраться с этими суждениями, умозаключениями и разобраться, правильно или неправильно сделан вывод, это, собственно, та самая образовательная деятельность, которую мы предлагаем ученику на уроке. И вот поэтому, в общем-то, уже, скажем так, подводя некоторые итоги, мне хочется сказать, что вот когда мы конструируем современный урок, то, конечно, мы должны держать в поле зрения очень четко то, какое новое знание мы хотим, чтобы у нас получили ученики. Новое знание об объекте, новое знание с теоретическим, так сказать, связанное с усвоением каких-то новых закономерностей или выявлением этих новых закономерностей. Следующий важнейший шаг – это вот на основе каких источников ребенок получит это новое знание. Он будет работать с картой, он будет использовать карту в качестве источника информации. И он в процессе решения тех сначала небольших по объему и по сложности задач, но он будет постепенно получать то новое знание, которое, собственно, составляет предмет его образовательной деятельности, планируемый результат его образовательной деятельности, но и в конечном итоге планируемый результат, собственно, его изучения географии в школе. И когда мы говорим, в общем-то, о разных уровнях познавательной самостоятельности ребенка, он будет выполнять те или иные предложенные задания самостоятельно, работая в парах или под нашим руководством, что в данном случае является менее продуктивным, менее выигрышным. Но вот прежде всего, опять-таки, вы видите здесь выделенные этапы подготовки к уроку, но я бы обратила внимание, что все начинается с того смыслового ядра, которое мы выбираем в качестве урока, который мы конструируем. Вот тот образовательный результат, который мы хотим получить, и самое главное, тот вид деятельности, на основе которого ребенок желательно сам, желательно в процессе своей собственной деятельности, этот образовательный результат получает. То есть вот, собственно, ну как бы то, с чего я начала. Вот ради чего, ради какого образовательного результата, получения теоретического знания, получения практического умения, мы проводим тот или иной урок. Ну и еще, в общем-то, одна очень-очень важная мысль, которую мне хочется подчеркнуть, она заключается в следующем. Вот эффективная познавательная деятельность ребенка, она может быть организована только на специально подготовленном содержании. Вот это специально подготовленное содержание выражается в учебных задачах, которые мы ему предлагаем. И вот я еще и еще раз хочу подчеркнуть очень важную мысль. Вот мне кажется, что на сегодняшний день чрезвычайно важно учителю отдавать себе отчет в том, почему и для чего я задаю ребенку то или иное задание на уроке. Я задаю это задание, потому что я четко представляю тот образовательный результат и тот эффект образовательный, который я хочу получить от этого задания, который ребенок может получить в процессе выполнения этого задания. Другой вариант. Я задаю это задание, потому что оно в учебнике есть. И я уже стопроцентно, так сказать, доверяю этой позиции. Я задаю это учебное задание, потому что я давала его там 20 лет своей работы. И, собственно, чего я буду заморачиваться на 2021 году, условно говоря, своего преподавания. Я задаю это задание, потому что мне нужно, чтобы сейчас они у меня на протяжении какого-то времени сидели и занимались самостоятельно. То есть, понимаете, каждая позиция, она, что называется, имеет место быть. Но насколько, какая из них по-настоящему продуктивна, и какую из них, в общем-то, мы выбираем в наших уроках. И иногда еще я часто слышу во время очных семинаров, во время очных курсов, ну вот, скажем, такой вопрос, такое осуждение учительское, что вот, да, совершенно замечательно, но вот, типа, когда вот всем этим заниматься, потому что вот опять вроде как там, значит, программа учебник, стандартный набор заданий и прочее-прочее. И вот я еще раз хочу подчеркнуть, что просто дело в заданиях. Какие задания мы предлагаем ученикам на уроке, какие из этих заданий мы выбираем. И вот закончить мне хочется строчками из очень известного стихотворения Самуэла Яковлевича Машака, который, как раз, мне кажется, написал очень-очень значимые слова, что вот все зависит от того, действительно, какого рода содержимым мы наполняем время. И если мы говорим о 40 или 45 минутах урока, то вот, на мой взгляд, конечно, это очень-очень важная вещь, вот какого рода содержимым с точки зрения заданий, с точки зрения вопросов, которые мы предлагаем ученикам, мы, собственно, заполняем пространство современного урока. Вот, собственно, что я хотела сегодня сказать. Если есть вопросы, то сейчас я получу возможность, вот, так сказать, сначала увидеть вопросы, если они есть, постараться на них ответить. Ну и вот, собственно, то, вот, повторюсь, что я хотела вынести на наш сегодняшний вебинар. Большое спасибо за внимание, но буду рада, если наш разговор сегодня окажется полезным. Есть вопросы? Скажите, как лучше всего подготовить детей к ВПР? Подготовить детей к ВПР – это, с одной стороны, сделать, обеспечить усвоение их теоретического знания, которыми они могут оперировать, но, повторюсь, вот того теоретического знания, которым они реально могут оперировать. Это не выученное определение, которое они, так сказать, бездумно повторяют, а это понимание определения. В частности, вот, например, ну, те примеры, которые я постаралась сегодня привести. И вторая составляющая – это умение применять это теоретическое знание. Вот, собственно, два основных момента подготовки. А дальше же, если брать с точки зрения содержания, это, повторюсь, это те задания, которые мы им предлагаем. Но задания, которые не суть натаскивания на конкретные вопросы, а задания, которые учат ребёнка вдумчивому поиску ответа. Потому что, если мы учим его этому вдумчивому поиску ответа, у нас всё-таки больше вероятность, что, встретив что-то для себя новое, незнакомое, неизвестное, он разберётся в ситуации, он найдёт то знание, которое он может применить. Ну, если не по теме, то же можно. Ну, это, к сожалению, не к нам. Мы с вами знаем тренд на сегодняшний день, поэтому, к сожалению, ждать увеличения часов на предметы, естественно, научного цикла, я думаю, в общем-то, нам в ближайшее время не приходится. Вот, поэтому вот ещё раз, как бы в данном случае я обратилась бы к Маршаку, какого рода содержимым мы наполняем, в общем-то, то, действительно, объективно говоря, недостаточное время, которое сегодня отводится на школьную географию. Но решить этот вопрос в пользу... Мы можем решить этот вопрос с вами только в качестве интенсификации того времени, которое, к сожалению, нам отведено. Механически, физически увеличить его мы, в общем, к сожалению, не сможем. Ну, всё, так больше комментарии надо обсудить, возможно, что... Ну, тогда большое спасибо. Будем надеяться до новых встреч тем, кому интересны наши занятия. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok